Следующий риф, я насчитал, по-моему, пятый. Начинается опять с шестой стримы. Тоже, соответственно, стакката правой рукой, обязательно, это условие очень частое. У подставки. Улучшим струну шестую. Два раза, шестая струна открытая. Еще раз, шестая струна открытая два раза, шестая на вторую ладу, шестая на третью ладу, шестая на вторую ладу и шестая два раза открытая. Теперь, опять же. Далее ведет плинт из пятой струны на шестой ладу. Еще раз, сначала. Потом опять повторяем шестая два раза открытая, шестая на втором, шестая на третьем, шестая на втором, шестая два раза открытая. То есть, вот через эту фразу мы будем играть плинт на разных ладах. То есть, сначала. Плинт из пятой струны на шестой ладу и залез. Видите, опять эта фраза. Плинт из пятой струны на пятой ладу. Далее опять эта фраза. Плинт из пятой струны на третьем ладу. Плинт из пятой струны на пятом ладу. То есть, такая вот, значит, эта фигура. Сыграем через фразу, квинты, ударом, ладу. Вот так выглядит. Плинт из пятой струны на пятом ладу. Еще разок мы сыграем полностью в медленном тонке. Седьмой лад. Пятый лад. Третий лад. Пятый лад. Это был пятый лад. Пч Понот opening. Такой ядрений риф. Здесь у нас будет тремоло. Быстрое тремоло на пятой струне. ПилотDE это я уже переселено сизнил шестой риф начинаем с кварки, точнее с квинта на втором ладу это будет открытая квинта с пятой струнью пятая открытая, четвертая на втором, третья на втором один пальцем естественно три струны будет вниз ударили, далее будет прямая по пятой струне прижатые подставки естественно далее будет квинта с пятой струны на пятой ладу естественно после этой квинта мы продолжаем играть стококсированную открытую струну все разок сыграли опять стококсированную пятую струну сколько раз я просто советую вам запомнить считать наверное очень долго все разок после квинта на пятой лады и премом мы будем играть квинту на втором ладу вернее пятая лад вторая квинта на втором ладу с пятой струной далее опять прямая опять квинта с пятой струной на третьем ладу Еще разок до этого места. Это переход. После квинта на третьей молодежь, пятой струны, мы сыграли еще разок. От пятой струны открытой, стокотированной. И переход пошел, значит, по квинтам тоже. Второй лад, пятой струны, второй лад, третий. И вернулись на второй лад. Вот это место. Открытая и пятая стокота. Второй, третий, второй. И опять заново начинаем. Здесь у нас рифы все строятся в основном на повторяющейся фигуре. Или на повторяющейся фразе, можно так сказать. Они просто очень часто повторяются и, может быть, в конце или как-то там немножко меняются. За счет этого вот такой вот визит происходит. Можно сказать, аккомпанемент или само строение рифа. И опять же заново начнем. То есть, опять начинаем с открытой фигуры с пятой струны. Томп вы можете, конечно, до бесконечности. Это все зависит от технических возможностей. То есть, ну, естественно, такое предпочтение, собственно. То есть, кому-то не может быть разным. Быстрее, кому-то меньше, кому-то любим играть все. То есть, все зависит. В такой музыке можно играть быстрее. То есть, это такая музыка, которую можно играть быстрее. Ничего я от этого не теряюсь. Может быть, даже приобретает в каких-то там свежих. Ну, или просто, если вам это интересно, для развития техники. Конечно, основа здесь это кремов. То есть, у них хорошо играть кремов. Так, вот что касается, значит, у нас шестой риф получился. Далее идет седьмой. После вот этого. Какой-то такой типичный воздух в квартале, я так называю. Влетит очень красиво. Какое повторение в голосе. То есть, мы имитируем какую-то часть фразы вокальной на гитаре. То есть, усиливаем какой-то смысл, который был влезан в текст. Начинаем. Начинаем с второго лаза. Это будет квартал. Четвертая струна, третья. В квартал, естественно, мы играем одним пальцем. Первым. Два раза вместе. Четвертая и третья струна одновременно. Далее, пятая, открытая. Бестаккадная. Дальше. Четвертая. Четвертая и третья струна. Четвертая. 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 Взращаемся на квартал на втором ладу. Четвертая и третья струна. Четвертая. 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 Здесь мы тоже играем одним пальцем, но уже третьим, для удобства. Еще раз, к началу. Вот это место. Седьмой лад. И пятый лад, тоже квартус. Все по трейсам. Опять открытая пятая. То есть, квартус на втором ладу два раза. Пятый открытый. Опять, квартус на пятом ладу. Опять, квартус на втором ладу. Пятый открытый. Опять, квартус на втором ладу. Опять, квартус на втором ладу. И переход. Ствердый лад, квартус. Пятый лад, квартус. Ствердый лад, квартус. По-моему, как из-за танца. Сейчас еще раз посмотрю. В принципе, повторюсь эту первую сразу. Дальше. Да, так и не закончили язык. Четвертый, пятый, четвертый, квартус. И начинаем опять замок. Другой повторяющийся литрическая фигура. И тут и литрическая. Опять, квартус. Другой повторяющийся литр. Другой повторяющийся литр. И крайне вредны для здоровья. Есть энергетический удар. Крайне полезный для здоровья. По-моему, если вы осведомлены в этой волосе. А еще есть энергетическая музыка. Такая музыка. Это на самом деле для этой энергии. Для меня похоже на всех, не скажу это. По-моему, это такая музыка. Я так считаю, наполняй меня электричеством. Как и сразу планеты. На которой каждую секунду, практически, Происходят все-таки взрывы, по-моему, в атмосфере какие-то молнии. То есть разряда. Взрывы не на земле, это не все, что бывает. Это непосредственно встречается с близким развядом, электричеством вот этому, энергии вот этой. И вот в этой музыке как раз, я думаю, она просто... Тренируйтесь, у вас все получится.